Когда не спасают коммунальные службы, жители берутся за видеокамеры. В Новосибирске сняли очередной видеоролик. На этот раз досталось дорожным службам, которые забыли вывести снег с придомовой территории. Колдовское озеро увидела и услышала Юлия Федосеева. Ну сейчас небольшая глубина. Сейчас она где-то, ну сколько лопата у нас, миллиметров 220-230. А было побольше, прям доходила вода сюда. В доме належи на 9 уже несколько суток непрерывно работают насосы и дежурят слесари. Затопило подвал. Дом расположен в низине, и талая вода стекает прямиком сюда. Снег тает сверху, который у нас не убрали дорожные службы. И весь этот снег вот образуется у нас озеро. Вот это озеро, которое сейчас образовывается, все это идет в подвал. Вся вода будет в подвале. Мы сейчас уже скоро спортивной рыбалкой начнем заниматься здесь вот с окон. К сложившейся ситуации жильцы дома подошли с юмором. Сняли музыкальный видеоролик о проблеме, пародию на знаменитую песню Вячеслава Добрынина «Колдовское озеро». Выложили свое творчество в интернет, и сюжет уже собрал почти 40 тысяч просмотров. В Колдовское озеро превратился снег. Это, это озеро будет глубже всех. Пострадал от наваленного снега не только подвал, но и придомовая территория, а точнее деревья, которые жильцы купили за свои деньги и сами высадили. Тяжести снежных завалов не выдержал даже металлический забор. Здесь у нас кедры, здесь у нас розы, здесь у нас молоденький сосенок мы насадили вдоль этого всего очень много. Сами их покупали, никто нам эти деньги ни на что не выделяет. Теперь надо нам пересаживать, я не знаю, что там, там глина, там это же не снег лежит, а это лежит лед. Лед тяжелый, он все там придавил. Старший по дому Геннадий Торгов говорит, снежные завалы появились здесь после того, как дорожники расчитали муниципальную проезжую часть. Это муниципальные дороги. Администрация Дзержинского района отвечает за данный участок дороги. И всю зиму не вывозила или как? Они почистили и свалили все на обочины. Это всю зиму так? Это всю зиму так. Мы звонили, мы в течение, скажем так, двух месяцев звонили им и просили, уберите, пожалуйста. В администрации Дзержинского района телеканал ОТС пообещали дать письменный комментарий по ситуации. На момент подготовки сюжета к эфиру ответ так и не пришел. Юлия Федосеева, Евгений Агеев, Новости ОТС. Ответ мы получили уже вечером. В администрации Дзержинского района пояснили, что, цитирую, работы по уборке и вывозу снега ведутся в соответствии с графиком работы в пределах выделенных лимитов мэрии города. А в данном случае снег складировался на муниципальную территорию, заросшую кленами самосевного и порослевого происхождения. Конец цитаты. Конец цитаты.